Всем огромный привет! И сегодняшнее видео будет о покупках уходовой косметики за месяц август. Итак, начну я с лица, потом плавно перейду на волосы и на тело уже. Итак, первое, что я купила для лица, это мою любимую мицеллярную водичку от L'Oréal Paris. Выглядит она вот таким вот образом, называется она Абсолютная нежность, без одушек, гипоаллергенная для сухой и чувствительной кожи. На самом деле, эта водичка подходит для всех типов кожи. Я ее очень сильно люблю, она просто безумно классная, она прекрасно удаляет макияж с глаз, она их не раздражает. И, в общем-то, а что еще нужно от мицеллярной воды? Первую свою упаковочку я уже почти закончила, она у меня где-то больше, чем половины израсходована. Вот и взяла вторую уже. Всем рекомендую, намного лучше, чем Биодерма с красной крышкой, ну, в плане того, что по цене. А так действует она абсолютно одинаково. Цена у нее достаточно демократичная. Вот, кстати, сзади и состав небольшой. Вот всего лишь несколько компонентов, в принципе. Вот, состав такой достаточно нормальный, 200 мл здесь. Следующее, что я приобрела, это такую знаменитую сыворотку для ресниц от компании Evelyn Cosmetics. Выглядит упаковочка вот таким вот образом. То есть, это у нас активная сыворотка для ресниц 3 в 1. Она является и основой под тушь для ресниц, и как восстанавливающая сыворотка. Ну, еще и активатор роста ресниц. Тут такие картиночки, как у нас ресницы выглядят до применения, после двух недель и после месяца применения. Ну, я пока что ей пользуюсь, не знаю, дней, наверное, дня 4-5, даже меньше недели. Поэтому особо такого результата, да, что ресницы у нас росли, я еще не вижу. Пока еще рано о нем говорить. Но мне, во-первых, эта сыворотка очень сильно понравилась. И сейчас расскажу, почему. Так, здесь у нас указана швейцарская рецептура. Сейчас я вам покажу, как выглядит сама сыворотка. Тут у нас био. Вот здесь вот. Это такая, значит, такой флакончик. Выглядит она, как обычная тушь. То есть, мы ее открываем. Здесь такая у нас силиконовая щетка. Сама сыворотка белого цвета. Что-то у меня с фокусом случилось резко. Ну, в общем, здесь такие обычные ворсинки. Что мне понравилось в этой сыворотке? Называется она Advanced Volume Year. Мне понравилось, во-первых, я ее пользовала и как основу под тушь, и как просто сыворотку на ночь. То есть, производители ее рекомендуют наносить на ночь. Но я, в принципе, и днем ее наносила. Мне было просто интересно. Она выбеливает ресницы, но ресницы становятся очень длинные, когда вы ее наносите. То есть, действует она почему-то удлиняющим образом, лично на моих ресницах. На ночь ее наносила глаза. Она не раздражает. То есть, действительно, в этом производитель не обманывает. И что мне больше всего понравилось, это наносить ее под тушь. Вот это, я вам могу сказать, это вещь. Это просто мега. Вы наносите эту сыворотку под тушь. Она настолько сильно удлиняет ресницы, что ни одна моя тушь такого эффекта не дает. А сверху я еще наношу один слой туши, и это получается просто ресница для бровей. Честно, вот честное слово, от всей души могу порекомендовать это средство, потому что мне безумно понравилось. И все оды, которые ей пели, действительно в моем случае подтвердились. Сейчас посмотрим, что у нас тут в составе. Где у нас тут состав? А где у нас тут состав? Ах, вот. Вот у нас здесь состав. Камера. Камера. Да. Моя камера взбесилась сегодня, и действительно, почему-то не хочет сфокусировать. Сегодня вот пыталась снять видео, вот. И что-то с фокусом у меня в последнее время. Вот такой вот состав, кстати, достаточно. Объем 10 мл, достаточно такой нормальный. Тут написано, что одобрено дерматологами, и, в общем-то, да. В общем, вещь классная, особенно как основа подтуш, мне очень понравилась. Поэтому, да, очень рекомендую к приобретению. Следующее, что у нас по лицу дальше. Это крем-гель для кожи вокруг глаз. Фирма называется Планета Органика. Я с ней уже знакома. У меня как-то была маска для волос этой фирмы. Здесь написано, что это хендмейд. Для всех типов кожи. Так, здесь содержится органический экстракт северной линеи. Глубая мальва и сафора японская. Ни одного знакомого слова. Но, в общем-то, состав, кстати, я вот здесь посмотрела. Вот это вот всё, это состав, конечно. Здесь очень много всяких органических ингредиентов. Просто всё вот на первых местах идёт, где это заканчивается. Да даже вот этими строчками заканчивается. Вот это всё органика идёт. Мне очень понравился состав, на самом деле. Тут указано, что это качество на 100% проверено командой Планета Органика. И, в общем-то, про них всё написано на упаковке. Здесь указано, что не содержит СЛС, СЛЕС, парабенов, ПЕК, продуктов нефтехимии, искусственных красителей, синтетических отдушек. То есть настолько натуральное средство. Я вообще в поисках вот этого идеального геля вокруг кожи, вокруг глаз. Потому что у меня был вот такой вот, кстати, я вот вам тоже показывала, от бабушки Агафьи. Но, вы знаете, мне вызвало раздражение. Я его поприменяла где-то дней 5-6, даже, наверное, нет, неделю. И у меня начала краснеть кожа внизу под глазами. Я его сразу отменила, и сразу всё прошло. Поэтому не советую брать вот такой вот крем-гель для век. Хотя он тоже там супер-пупер натуральный, без всяких парабенов. У меня вызвало аллергию. Я его буду использовать как гель для рук, как крем для рук, такой лёгкий. Вот сейчас хочу его допользовать. Также, да, кстати, из кремов для век у меня есть вот такой вот кремчик от Шанель. Я его забыла вам показать в видео о покупках люкс. Мне дали вот его в подарок, такой пробник 3 мл, Hydro Beauty гель. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Я, честно говоря... Ой, где сам гель-то? Я его, честно говоря, ещё не пробовала. Вот такая вот милипулечка. Ну, не знаю, посмотрим. Но если даже мне он очень понравится, я его за его стоимость, конечно, брать не буду. Стоит, по-моему, этот гель в районе полноразмерной версии, в районе 2000 рублей. Поэтому, ну, куда, собственно, нет. Спасибо. А тут, значит, небольшая бюджетная цена. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Кстати, мне очень понравилось... Я тут отдрала уже. Понравилась мне упаковка, как выглядит сам гель. То есть он находится в такой вот стеклянной штучке, что на самом деле очень удобно. Вот так вот выглядит сама упаковка. И у него есть помпа. Это вообще аллилуйя просто. Я люблю средства с помпой. Очень удобно, гигиенично. Вы не заносите никаких бактерий в баночку. Например, как у Clinique есть такой гель All About Eyes. Он, конечно, классный. Все о нём говорят. Но почему я не хочу пробовать? Потому что боюсь, что занесу кучу бактерий, когда буду лазить пальцем туда. Ну, даже лопаточкой. Это не гигиенично. Решила попробовать этот. Я его уже пробовала. Пока что, конечно, ничего сказать не могу, потому что прошло слишком мало времени. Справляется ли он с отёками? Да, тут, кстати, заявлено, что он справляется от отёков и тёмных кругов. Тёмных кругов у меня нет, как таковых. У меня очень сильные отёки под глазами. И мне нужно средство именно от отёков. Действительно охлаждает. То есть я ищу всегда охлаждающее средство. Мне сразу так снимает напряжение с глаз. Действительно есть эффект охлаждения, но не такой, как у геля-хайлайтера от Анастасии Беверли Хиллс под глаза, который я показывала вам в видео о люкс-покупках. Вот он действительно настолько охлаждает, что просто слов нет. Этот лёгкий-лёгкий эффект охлаждения, который проходит через, не знаю, 5-10 минут после нанесения. Конечно, тот он прямо охлаждает в течение часа, а то и больше. Вот. Но, в принципе, тот для меня, не знаю, мне кажется, слишком агрессивный. И больше для меня это декоративное какое-то средство, чем уходовое. Поэтому решила взять вот такую вот малютку. Посмотрим, как она будет дальше работать. Следующее. Следующее. Мне тут дали два таких пробничка от Биодерм. Или Биотерм. Не знаю, как правильно произносить точно. Значит, это у нас сыворотка для лица. Камера. Фокусируйся. Для всех типов кожи, в общем, она называется. Да что ж ты будешь делать? С фокусом сегодня беда. Вот. Аква Серж Дип Серум. То есть, это серум такой для лица, для всех типов кожи. А второе, это у нас крем дневной с SPF 15 для нормальной комбинированной кожи. Пока еще не попробовала. Посмотрим. Бревгоша взяла, кстати, был день этой фирмы, этой марки. Вот дали такие пробнички. Дальше переходим на волосы. Взяла вот такой вот шампунь от Freshline. Продается он в сетях магазинов Ривгош. И есть еще отдельный Freshline. По-моему, продается он в Москве. Ой, не помню. Где-то есть, в каком торговом центре у них тоже свой бутик. Значит, это шампунь. Называется он Полимния. Вот это вот его название. Я взяла мини-версию. Здесь у нас 250... А, нет, 250. 75 миллилитров. Это мини-версия. Не стала брать большую версию. Решила протестировать. Когда-то мне попадался пробник этого шампуня вместе с покупками с моими в Ривгош. Мне очень понравился. Только у меня был шампунь Erato. Он был для сухих волос. Мне действительно понравился. После него волосы очень рассыпчатые получаются. Вот, кстати, близко название марки Fresh Line. Вот. А тут, в общем, это греческая косметика. Тут различные-различные экстракты всяких, трав. В общем, тоже все такое очень натуральное. Мне понравился эффект от того шампуня. Я решила взять вот этот. Этот против выпадения волос. В принципе, я особо проблемной с волосами не страдаю, кроме выпадения. Конечно, такая не очень классная проблема. Стараюсь все покупать именно касаемо устранения этого недостатка. Вот. И, в общем-то, решила взять на пробу. Мне нравится его тюбик вот этот. Кстати, его можно удобно брать в поездку. Что есть и маленькая версия, есть и большая версия. Попробуем. Следующее. Для волос взяла вот такой вот спрей. Не влезает он у меня в кадр полностью. В общем, это вот такой вот спрей от Schwarzfob серия Got2B New, как видно. Не знаю, видела я раньше или нет такой. Как-то не обращала, может быть, на него внимания. Называется он Бегущая по волнам Beach Look текстурирующий спрей. У меня никогда не было текстурирующего спрея. У меня были какие-то такие спреи тоже там для придания чего-то там. В общем, мне интересно было попробовать такую штучку. Для фактурной укладки подаю текстуру, объем и ветер в волосах. Такое прям описание. Мне понравилось, как выглядит сама упаковка. Такой морской дизайн. У него какой-то летний солнечный. Здесь у него обычная помпа. Я уже пробовала. Действительно, мне понравилось. В волосах получается такая прям текстура. То есть они выглядят так вот аккуратно. Мне нравится особенно... Ну, у меня волосы не вьются. Мне кажется, вьющимся волосам очень подойдет. То есть будет идеально каждый локон отделять. И красиво-красиво будет. У меня же просто нужно так же пожамкать волосы. Тоже классно получается. Мне штука понравилась. Довольно-таки легкая, приятная. Особенно волосы не склеивает и не жирнит. В общем, да, штучка интересная. Дальше переходим на тело. Ой. Переходим на тело. Купила вот такой вот дезодорант. Один из моих любимых. Это ФА природная свежесть. Белый чай. 48 часов свежести. Действительно классный. Без пятен. И защищает от запаха. Не защищает от потовыделения. Что я считаю и ненужным. Антиперспирантами я не пользуюсь. Считаю их вредными. Следующее. Купила по отзывам. Тоже это покупка под влиянием YouTube. От фирмы Натуры Сиберика. Вот такое вот густое сибирское белое масло для тела. Антицеллюлитное. Антиэйдж. Ну антиэйдж мне еще рановато. Но антицеллюлитное в принципе вполне нужно. Нужная вещичка. Содержит белый пчелиный воск. Натуральные масла. И что еще? И лимонник. Вот. Честно сказать еще не пробовала. У меня еще оно запечатано. Сейчас я пользуюсь. Кстати мне понравилось. Есть фольга такая запечатана. Очень классно. Тоже руками никуда лазить не надо. Я всегда за такую упаковку. Куда не нужно лазить руками. Сейчас у меня масло. Ой, крем точнее для тела. Куда нужно лазить руками. Говорят, что этот крем очень хорошо увлажняет. Как раз таки я взяла вот на холодный период времени. Попробуем. Как раз таки может быть я как-то допользую свой крем, который у меня сейчас от Джоанна. Который мне не нравится. Кстати, я вам сейчас его покажу. У меня тут недалеко. Секундочку. Вот такой вот крем для тела у меня от Джоанна. Боди крем. Я его не рекомендую. Он ужасный. Он не впитывается в тело. Он безумно вкусно пахнет. Пахнет он малиной. Выглядит вот таким вот образом. Я его несколько раз попользовала уже. И, в общем, он абсолютно не впитывается. Это просто какая-то жирная пленка на вашем теле. Но пахнет, конечно, классно. Но, в общем, вот такой крем брать не рекомендую. Вот. Попробуем вот это вот сибирское масло. Возможно, оно будет гораздо лучше. Ну, и хорошо будет питать и увлажнять кожу, которая у нас подвержена холодному воздуху. Вот. Да. И еще взяла вот такое вот мыльце. Мыльце от рецептов бабушки Агафьи. Это крем мыла ручной работы с калийно-репейным маслом на основе мыльного корня. Здесь состав очень натуральный. 100 грамм. Вот активные компоненты указаны здесь. Брала, кстати, вот взяла показать еще вот такое вот мыло с ромашкой и мятой. Тоже я его еще не открыла. Я пока другим пользуюсь. Поэтому у меня теперь два. Но что-то вот они мне очень понравились. Зацепили они меня. Стоимость тоже у них достаточно невысокая для мыл ручной работы. Вот. Поэтому, в принципе, думаю, что будет достаточно натурально. Вот. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. В следующей части видео будут покупки из декоративной косметики. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Я надеюсь, что увижу вас в следующем своем видео. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...